Занимаясь всякими глупостями в своем доме в Сан-Франциско, Джонни Босс, бывшая рок-звезда, был убит ледорубом неизвестной женщиной. На следующее утро детективы из отдела убийств находят жестокое место убийства. Среди них Ник Каррон, человек сомнительной репутацией в полиции. Первые очевидные улики связывают жертву с его известной любовницей Кэтрин, знатной женщиной-миллионершей, написавшей за год до этого детективную книгу об убийствах подобного рода. Офицер быстро попадает под впечатление от этой женщины, которая теперь является подозреваемой. После странных убийств Ник теперь и сам находится под подозрением, будучи почти одержимым этой женщиной. Вопрос осложняется незавершенным раскрытием отношений с доктором. Основной инстинкт почти наверняка не имеет догматическое решение, кто был убийцей. Вот почему мы так рады открытому эпилогу и разного рода подсказками-намекам. Однако давайте разберем сюжет основного инстинкта с точки зрения того, что решение существует. Несомненно или нет, но его можно выделить. У нас есть убийца или убийца, и мы постараемся определить все известные и скрытые подсказки. Сначала давайте разберем аргументы, которые подтверждают, что Кэтрин убийца. Первое. Она, возможно, начинает серию убийств, чтобы получить вдохновение для ее новой книги. Второе. Кэтрин сделала себе убедительное алиби, будучи любовницей Джонни Боза и с помощью своей последней книги, в которой экс-рок-звезду таким же образом убивают после жаркой сцены. Третье. Стремление к убийству было частью ее профессионального интереса в течение многих лет. Четвертое. Кэтрин – миллионерша со 110 миллионами активов, что является расследствием ее уверенности в случае возможных проблем с правосудием. Ее непристойное поведение во время сцены допроса частично это подтверждает. Пятое. Женщина могла вызвать смерть своих родителей в 1983 году, чтобы получить финансовую и другие формы свободы и уверенности. Шестое. Кэтрин могла убить своего бывшего преподавателя колледжа и, возможно, любовника ледорубом, что впоследствии стало основой для ее книги. Седьмое. Кэтрин – умный манипулятор, который легко может создавать соответствующие прецеденты и заигрывать жертвой. Восьмое. Основной инстинкт заканчивается сценой с ледорубом под кроватью и неуверенным взглядом Кэтрин. О них все еще веский аргумент ее вины. Девятое. Имеет эмоциональные и даже сексуальные отношения к психически больными людьми. Обстоятельства смерти ее родителей до сих пор остаются загадочными. Десятое. У героини Шеннон Стоу нет подходящего алиби на тот вечер, когда был убит Джонни Босс, что еще более важным, их видели вместе в тот день. Одиннадцатое. В общем, хладнокровно говоря о других смертях, она утверждает, что у нее есть неизвестные друзья, которые сообщают ей об этих убийствах. Она также не выражает стыда, раскаяния. Это поведение, характерное для психопата. Двенадцатое. Получает личную информацию о детективе, которую можно было купить у убитого лейтенанта Нильсона. Двенадцатое. У Кэтрин были сексуальные отношения с Джонни Боссом, Рокси, Элизабет Гарнер и Ником. Трое из них мертвы в конце истории. Четырнадцатое. Она открыто высказывает свои мысли о Гасси и его отношении к ней полное недоверия и сомнения. Он был убит ледорубом в лифте. Пятнадцатое. Кэтрин – мастер обращения с ледорубом, что она демонстрирует и даже иронически подчеркивает. Шестнадцатое. Она раскрывает свои бывшие отношения с Элизабет, что затем вызывает серьезный конфликт между Элизабет и Ником. Семнадцатое. Джонни Босс и девушка, которая его убила, принимали кокаин. Кэтрин признается своим положительным отношением к наркотикам, особенно во время полового акта. Она подчеркивает это дважды в отделении полиции и в разговоре с Ником. Она признается, что употребляла кокаин вместе с Джонни Боссом. Восемнадцатое. Во вступительной сцене Шэрон Стоун больше похожа на убийцу, чем Джин Триппилхорн, даже с учетом парика из волос. Девятнадцатое. Еще один известный и веский аргумент виноват на Си Кэтрин. Момент, когда Ник находит черновик романа со сценой, описывающей убийство напарника детектива. Гас был убит таким же образом через несколько часов. Двадцатое. Сексуальное поведение Кэтрин с Ником напоминает поведение убийцы в начальной сцене. Так, теперь давайте посмотрим аргументы, которые опровергают, что Кэтрин убийца. Первое. Джонни Босс был убит через год после выхода книги Кэтрин. Она использовала образ бывшей рок-звезды, убитой ледорубом, без фактической смерти. Если бы она хотела его убить, то, наверное, сделала бы это раньше. Второе. Несмотря на обоснованные сомнения на проверке на детекторе лжи, Кэтрин мастерски проходит этот экзамен, отвечая на вопросы об убийстве Джонни Босса. Третье. Кэтрин также неуклонно проходит жесткий процесс допроса в комнате полных детективов и руководителей. Четвертое. Хотя у Герени Шеренстон нет твердого алиби, прямых доказательств вины или причастности к убийствам, как и аргументов в пользу того, что ее, по ее словам, не было дома. Пятое. У Кэтрин не было никакой необходимости убивать лейтенанта Нильсона, даже если у них есть какие-то совместные дела. Нет ни малейших доказательств этого, только подозрения Ника. Шестое. Она несколько раз намекает, что детектив, абстрактный образ ее рассказа, основанный на Нике, найдет смерть от рук не той женщины, но ему удается остаться в живых до конца рассказа. Седьмое. Если Кэтрин убила своего преподавателя колледжа 8 лет назад, странно, что следующая подобная смерть совершена только сейчас. Теперь давайте посмотрим аргументы, доказывающие, что Элизабет могла быть убийцей. Первое. Юная Элизабет училась в том же колледже, что и Кэтрин, а ее лектор 8 лет назад была убита ледорубом. Второе. Элизабет скрывала правду не только о Кэтрин как однокурснице, но и о биг сексуальном опыте почти до самого горького конца. Она также забыла упомянуть об убийстве лектора 8 лет назад. Третье. Маловероятно, чтобы молодая импозантная миллионерша Кэтрин была одержима девушкой. С этой точки зрения, историю Бет нужно асфальфифицировать. Четвертое. Доктор Гарнер – высококвалифицированный психотерапевт, который имеет дело как с полицейскими, так и с преступниками. Связала свою жизнь с насилием, поэтому ей хватит смелости и знаний, чтобы манипулировать другими людьми. Пятое. Странная и нераскрытая история о бывшем мужем Элизабет, убитом несколько лет назад, наводит на сильное подозрение. Шестое. После смерти доктора Гарнер, полицейские детективы обнаруживают в ее квартире пистолет 38-го калибра, средство убийства лейтенанта Нильсена. Также есть предположение, что это орудие убийства стало причиной другого преступления. Детективы также находят в книге Кэтрин «Газетный обрывк», свидетельствующие о смертельной одержимости Элизабет. Седьмое. У Элизабет был очевидный мотив избавиться от лейтенанта Нильсена, который год назад руководил расследованием ее дела. Он мог бы выявить некоторые доказательства ее вины в убийстве мужа. Восьмое. Элизабет была снаружи накануне убийства Нильсена. Она призналась, что навещала Ника в то время во время допроса в полиции. Девятое. Элизабет эмоциональный и собственнический человек, и она неоднократно демонстрировала отсутствие контроля. Десятое. Элизабет подозрительно близка к расследованию и всем основным событиям. Она участвует в судьбе Ника, помогает на допросе и приглашает психотерапевтов для анализа убийства Джонни Боза. Одиннадцатое. Элизабет была знакома с Джонни Бозом. Практиковала в том же здании, что и его терапевт. Двенадцатое. Элизабет была на месте преступления, когда Газ получил ножевое ранение. Маловероятно, что она просто оказалась не в том месте, не в то время. Наконец, в ее диспетчере звонков не было записи голоса. Тринадцатое. Сыщики обнаружили на лестнице полицейский плащ, соответствующие размеры, и парик из волос. Парик Блонди – веский аргумент в пользу того, что босс был убит Элизабет. Четырнадцатое. Нику удается пережить всю историю. Это может быть косвенным аргументом в пользу того, что Элизабет была убийцей. Ведь она искренне любила его и даже защищала. Пятнадцатое. Она многозначительно улыбается в благодарность Нику после обстоятельств гибели лейтенанта Нильсона. Теперь же рассмотрим аргументы против вины Элизабет. Первое. Если Элизабет убийца, и именно она убила преподавателя колледжа 8 лет назад, маловероятно, что до сих пор она не использовала подобный образ ни с одним известным убийством. Второе. Хотя доктор Гарна является профессиональным психиатром, она, кажется, плохо контролирует свои эмоции, особенно имея дело с Ником. Она не производит впечатления холоднокровного человека, женщины, которая была убийцей. Третье. Хотя полиция находит пистолет у нее в квартире и имеет в виду последствия убийства бывшего мужа, мы не выясняем ее возможный мотив убить. Четвертое. У Элизабет не было ни нужды, ни мотива встречаться и убивать Гасса. Пятое. Если Элизабет убивает Нильсона, непонятно, почему она делает это только сейчас. Он уже полгода расследует ее прошлое. Маловероятно, что она убьет лейтенанта из-за сцены в баре. Четвертое. Доктор Гарнер работает с известными психиатрами и криминалистами. Тяжело принять мысль о том, что ей удалось скрыть среди них свои психические заболевания, одержимость и убийственную натуру. Седьмое. Стиль полового акта Элизабет с Ником имеет мало общего сцены в начале фильма и поведением Кэтрин по стилю. Восьмое. Если доктор Гарнер убится и она убила Гасса, то почему она не сбежала с уликами, а подошла к Нику с лестницы? Во-вторых, у нее не было в кармане оружия, чтобы навредить Нику. Обнаружить ее на месте преступления было большим риском. Девятое. Элизабет, кажется, ничего не знает о кокаине, найденном рядом с телом Джонни Боза. И последнее десятое. В последний раз Джонни Боза виделись с Кэтрин накануне убийства. Вряд ли он встретит Элизабет по дороге домой. Также трудно поверить, что Джонни проигнорировал тот факт, что Элизабет использовала парик и вела себя по-другому. Кэтрин талантливый манипулятор, который удовлетворяет себя тем, что вводит вокруг пальца других людей, используя их и направляя. Она использует других людей для управления преступлениями, чтобы получить вдохновение для романа. Тот факт, что ее книги напоминают реальные криминальные события, является аргументом в пользу того, что она является своего рода кукловодом. Она даже поднимает ставки, наводя подозрения на себя без алиби и с отношениями с Джонни Бозом. Она использует свое природное обаяние, секс и психологию для создания прецедентов. Кто, таким образом, настоящий убийца в основном инстинкте? У нас есть широкий выбор. Рокси с темным криминальным прошлым, бывшая, а может быть и до сих пор психопатка, одержимая Кэтрин, и находящаяся под ее полным контролем. Ей удалось увидеть Кэтрин, занимающаяся сексом с Джонни Бозом и Ником. Хейзель Добкинс – психопатка, убившая своего мужа топором. Она, конечно, не убивала Боза, но могла бы иметь дело с Нильсоном и даже с Гассом. Кэтрин могла манипулировать Элизабет, что весьма вероятно. Все это делает ее, по крайней мере, партнером или вдохновителем. Доктор Гарнер могла совершить, по крайней мере, некоторые убийства по сильным влияниям Кэтрин. Она также может передать Кэтрин конфиденциальную информацию о Нике, даже без документов, со своих слов. Возможно ли, что Элизабет была осведомительной в полиции, которая сообщала Кэтрин обо всех жутких криминальных событиях? Обе версии отношений к колледжу от Кэтрин и Элизабет сомнительны. На самом деле, две молодые женщины могли сохранять близость все эти годы. В частности, Кэтрин могла быть еще одной девушкой в деле об убийстве мужа Гарнера. Самая Элизабет упомянула только одну женщину, с которой спала. Так, мистер Гарнер мог стать жертвой ревности, психоэкспериментов. В то же время, Рокси – слабое место этой теории, нежелательный противник. Все доводы за и против, подсказки, даже сцены секса создают понимание, как выразился когда-то знаменитый кинокритик Роджер Эберт. Создатели основного инстинкта намеренно выстраивают свою историю, каждый намек, подсказку к ее интерпретации за счет обеих версий того, кто был убийцей.